Глава 2.2. Избирательные округа и участки Если основными объектами изучения политической географии являются такие элементы территориальной организации общества как государство и их административно-территориальные единицы, то электоральная география имеет дело с особыми типами территориальных единиц – избирательными округами и избирательными участками. При этом это качественно разные объекты. Избирательный округ является единицей территориальной организации избирательной системы, а избирательный участок – единицей территориальной организации собственно государства или региона. Необходимость деления электоральной системы на избирательные округа возникает при потребности избрания нескольких представителей от общества, например, в парламент В таком случае страну делят на территориальные единицы, избирательные округа, каждый из которых избирает по одному, либо по несколько представителей Потребность же деления страны на избирательные участки не связана с особенностями избирательного процесса, а вытекает из физической невозможности организовать процесс волеизъявления в одном месте Тогда страну делят на избирательные участки, к которым приписывают избирателей по месту жительства При этом для организации избирательного процесса может создаваться иерархия электорального территориального деления страны Наряду с Центральной избирательной комиссией существуют региональные, территориальные, местные и другие уровни, которые поступательно управляют избирательным процессом, проходящим на самом нижнем этаже этой иерархии, в избирательных участках К электоральным участкам могут приписываться голоса и в экстерриториальных единицах, в зарубежных посольствах, на военных базах, полярных станциях и так далее Величина избирательного округа таким образом измеряется количеством избираемых, а участка – избирателей Избирательный округ может быть одномандатным, если в нем жители избирают одного представителя, или многомандатным – двух, трех, четырех, пяти и так далее мандатным, если избирают сразу нескольких представителей Бывали случаи создания огромных многомандатных округов – 11-мандатных, 21-мандатных и других, но чаще всего ограничиваются пятью-шестью мандатами Особым видом избирательного округа будет единый или национальный Единый округ может быть одномандатным, который применяется, например, при выборах главы государства, когда вся страна выбирает одного представителя Или многомандатным, когда вся страна избирает парламент, и общее число мандатов распределяется между партиями пропорционально числу голосов, полученных по стране в целом Избиратель всегда приписан к одному, чаще всего ближайшему избирательному участку При этом, придя туда в день голосования, он может обнаружить, что одновременно состоит в разных избирательных округах Например, за президента голосует по единому одномандатному округу со всей страной, а за депутатов парламента – по многомандатному округу, совпадающему с границами его региона В пропорциональных системах дихотомия выбора размера избирательного округа особенно рельефна Чем больше округ, тем слабее искажается пропорциональность результатов распределения мандатов, но в то же время, чем меньше округ, тем сильнее связь кандидата с избирателем Отчасти эту проблему решают многоуровневые системы электоральных округов, используемые в частности в Австрии, Болгарии, Дании и Швеции Там на первом этапе большая часть мандатов распределяется в обычных многомандатных округах, а потом остатки добираются уже в едином многомандатном округе Закономерности территориальной неоднородности электорального пространства таким образом также можно изучать в двух плоскостях Через дифференциацию результатов голосования по избирательным округам или по избирательным участкам При существовании дополнительных уровней иерархии электорального территориального деления страны, между центром и избирательными участками регионального, территориального и т.д. Агрегирующих промежуточные данные, возможен также сравнительный анализ пространственного распределения электоральных предпочтений на этих уровнях При этом следует учитывать следующее ограничение Во-первых, сравнение данных между избирательными округами возможно только по партийной или идеологической принадлежности кандидата, потому что в разных избирательных округах будут разные кандидаты И во-вторых, при существовании единого округа изучение территориальной неоднородности соответственно возможно только на уровнях электорального территориального деления Электоральные округа не всегда имеют территориальную привязку Так известны случаи выделения электоральных округов для соотечественников, проживающих за рубежом, этнических меньшинств и даже представителей юридических лиц Например, функциональные округа для представителей бизнеса в Гонконге или университетские округа для выпускников двух ведущих вузов в Ирландии